Вопрос. Совершается ли намаз вообще или намаз страха во время непосредственного сражения? То есть, когда идет сражение, намаз совершается или нет? Так? Намаз страха может совершаться во время непосредственного сражения? Кто скажет? Не, не может. Как может совершаться намаз страха, когда идет сражение? То есть, люди что? Два войска, два отряда встретились, и непосредственно идет сражение. То есть не может стать имам, не может разделиться на две части, так или нет. Это все нереально в данном случае. Поэтому мы говорим, что намаз-страха это что за такое? Что такое намаз-страха? Намаз-страха это когда нет битвы, но два войска стоят друг перед другом в ожидании битвы. А битва пока еще не началась. Понятно или нет? Это тогда. А если идет непосредственно вражение, тогда что делать? Говорит, Говорит, большинство ученых считает, что во время битвы человек совершает намаз как может. Так, будь то на животном или на ногах. Так, то есть непосредственно во время сражения, повернувшись к цебле или не повернувшись к цебле. То есть как может, так и совершает намаз. Не совершая земных поклонов, не совершая поясных поклонов, просто читая фатиху, на место поясного и земного поклона, просто двигая головой, так или нет. И тому подобное. Как может? Говорит, А вместо поясного и земного поклона он что делает? Склоняет голову. Во время земного поклона склоняет, ниже во время поясного склоняет. Не так низко. А если вы находитесь в страхе, то можете совершать намаз пешими и находясь на животных. А находясь на животных ты не можешь определять конкретно, где хыблы и так далее, тем более во время битвы. Так или нет? Говорит, Сказал Ибн Умар, как это приходит у имама Аль-Бухари, А если страх сильнее, чем это, что значит страх сильнее, чем это? То есть не просто два войска друг перед другом, так и есть определенный страх. Но страх сильнее, чем это. То есть уже видно, что враг уже либо нападает, либо уже все в полной готовности, уже вот-вот нападет. Ибн Умар говорит, тогда в этом случае они должны совершать намаз пешими нам, на своих ногах. Или на животных, направившись в Кыбле или не направившись в Кыбле. То есть уже как может. И приходит у имама Аль-Бухари, можешь у тебя отметить, в этом месте под номером 4535, то, что нафи, нафи, тот, который передает садис от Ибн Умара, сказал, Я читаю, что эти слова Ибн Умар передает как слова пророка, а не просто свои слова. То есть есть ихтималь, то есть большое предположение, что это слова не просто Ибн Умара, а слова пророка, что если намаз приходится совершать во время непосредственной битвы, то можно совершить его или нужно совершить его, будучи пешим или на животном, безравенцем направившись в сторону Сыбла или не направившись в сторону ее. Это первое мнение в вопросе. А второе мнение в вопросе, заоба Абу Ханифа, которого придерживался Абу Ханифа, то, что во время непосредственного сражения вообще не нужно совершать намаз, и также спешим не нужно совершать намаз, потому что пророк не совершил намаза в день битвы урва. Что произошло в день битвы урва? Когда непосредственно происходили нам сражения, то и пророк упустил Зухр и Аср и Магреб и совершил все во время чего в одно время. То есть объединился три намаза в одно время. Так или нет? Но ответ на это какой? То, что к тому времени не было узаконено совершение намаза страха, а также совершение намаза во время битвы. Понятно или нет? Поэтому пророк Павла Самки этому был вынужден. И большинство ученых ответило то, что это было еще до того, как было неспособно обязанности или узаконено совершение намаза страха. И можно у себя отметить или запомнить то, что если происходит нам битва непосредственно, или что идет, или враги друг перед другом, но уже видно, что враг уже собирается нападать, то можно применить пятую форму совершения намаза страха, совершение его в один ракат, который является также узаконенным. Узаконенным.